Здравствуйте, с вами Дмитрий и сегодня я поделюсь своими криптомыслиями о торговле на бирже. В частности, сегодня я расскажу вам о бирже Currency, расскажу как на ней регистрироваться, как пополнять, как выводить оттуда средства на другую биржу. А пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Итак, начнем. Биржа Currency. Это белорусская биржа и в принципе это видео будет интересно по большей части только белорусской аудитории. Но я думаю, что этой бирже также могут воспользоваться и другие граждане других стран. Переходя на сайт Currency.com, здесь можно почитать, почему она такая крутая. Здесь более 2000 токенизированных активов и криптовалют, узкие спреды, конкурентные комиссии, это действительно так. Высокий левередж, до 500-го плеча можно торговать и так далее. Итак, прийдя на CoinMarketCap в раздел биржи, можно посмотреть, какое место занимает Currency в списке всех бирж по всему миру. На данный момент это 38 место, оценка сайта CoinMarketCap 5,5. В принципе, средненько. Но для белорусов это один из самых дешевых способов пополнить другие биржи, перевести туда средства, используя биржу Currency. Итак, откроем ссылочку и почитаем подробнее про биржу Currency, что пишут о ней на CoinMarketCap. Объем торгов 24 часа 640 миллионов долларов, это примерно 16 тысяч биткоинов, почти 17. И здесь можно почитать о ней подробнее. Мы же почитаем вкладочку комиссионные. Что здесь заявляют нам владельцы биржи? Здесь можно почитать, что пополняя биржу карточкой MasterCard или Visa, вы платите 3,5% за внесение средств. Но если пополняете биржу банковским переводом, минимальная сумма 50 долларов для внесения, вы не платите комиссии вообще. Если же вы вводите средства банковским переводом, вы платите всего 0,15% комиссии. Это считать тоже ничего. То есть это действительно круто. Я несколько раз уже пользовался, переводил банковским переводом. И действительно никакой комиссии у меня за это не списали. Зарегистрироваться на бирже очень просто. В описании я оставлю реферальную ссылку. Перейдя по ней, вы сможете зарегистрироваться. И после того, как вы выполните какое-либо действие с деньгами, внесете туда средства и сделаете какую-либо операцию, купили и продали, то биржа обещает, что даст каких-то монет в награду. И мне, как тому, кто оставил реферальную ссылку, и вам, как тем, кто по ней перешел и зарегистрировался. Первое, на что стоит обратить внимание, это здесь есть вкладочка торговля с левериджем и торги. Незнающие я поначалу не знал. Я нажал торговля с левериджем. У меня уже тогда были средства на бирже. Я купил эфириум. Здесь можно, кстати, выбрать криптовалюты. И вот они все здесь есть. И я купил его с плечом. Это не спотовая торговля, это уже какие-то фьючерсы, я не знаю, маржинальная торговля. И для новичков не стоит сюда лезть, для новичков только торги. Выбираем торги, ищем там ту монету, которую хотите купить. Теперь самое интересное, как пополнить биржу. Здесь есть кнопочка Live. А еще забыл сказать, после того, как вы зарегистрировались, вам нужно пройти верификацию. Вас попросят отправить ваши фотографии паспорта, две последние страницы. И здесь у меня была проблема. Я отправил несколько раз им паспорт, фотографии, но через три дня меня до сих пор не верифицировали. Пришлось писать в поддержку. И в поддержке в чате я пообщался с представителем биржи. Он попросил скинуть ему фотографии еще раз, и через 15 минут я уже был верифицирован на бирже. Без верификации вы не сможете пополнить биржу и не сможете ее оттуда вывести средства. Поэтому, если у вас не получается пройти в верификацию, то напишите в техническую поддержку, напишите свою проблему, и там довольно-таки быстро вам помогут ее решить. Теперь, как пополнить средства. Здесь есть биржа, здесь есть кнопочка Live. Нажимаем на кнопочку Live и нажимаем «Внести средства». Нажимая на банковский перевод, вы здесь видите реквизиты биржи. Переходите в свой банковский аккаунт, нажимаете там «Переводы по реквизитам», вводите все эти реквизиты, вводите сумму, какую хотите ввести. Это все вы делаете в приложении вашего банка, либо на сайте. Вводите все реквизиты и нажимаете «Отправить». Так как это банковский перевод, то деньги будут идти до 24 часов. В принципе, мне приходили часов через 2-3 часа. Но это зависит от, наверное, праздничных дней. Также можно пополнить карточки. Это быстрое пополнение. Но проблема в том, что вы платите 3,5% комиссии. То есть за 100 долларов вы заплатите 103 доллара за то, чтобы вам на карте, точнее у вас на бирже было 100 долларов. Далее. Торговать на этой бирже, в принципе, можно. Здесь очень много криптовалют. Можно торговать к USD. Единственное, что здесь нельзя торговать к Тезеру. Можно торговать к доллару. Можно торговать к биткоину. Можно торговать к белорусским рублям. И, по-моему, даже к российским рублям. Здесь можно торговать. Но проблема в том, что здесь мало ликвидности. На тот же биткоин, эфириум, лайткоин и еще несколько криптовалют более-менее известных в принципе можно здесь что-то купить если же на какой-нибудь доджкоин вы захотите купить на 1000 долларов, то не факт, что кто-то вам их продаст здесь не так много ликвидности, как хотелось поэтому я использую эту биржу либо для того, чтобы просто здесь держать средства либо для того, чтобы перевести деньги дальше как перевести деньги дальше вы завели сюда денег допустим 100 долларов здесь нужно купить монету XRP, почему XRP она называется здесь Ripple аббревиатура XRP почему XRP, потому что когда вы переводите в сети XRP на другую биржу, вы платите комиссию всего лишь 5 монет XRP сейчас монета стоит 0,7 доллара, это примерно 3 доллара вы платите за комиссию всего лишь переводя средства в других криптовалютах, вы заплатите огромную комиссию, я в свое время по незнанию перевел 50 долларов на другую биржу мне дошли только 30 20 долларов я заплатил комиссию не прочитал маленьким шрифтом или в конце там было написано, что я плачу 20 долларов и 20 долларов я отдал за перевод поэтому самый безопасный, самый дешевый перевод это в сети Ripple покупаете монетку Ripple здесь выбираете количество здесь написано сумма можно выжать максимум и в принципе у меня есть какие-то USD на этой бирже давайте я прямо сейчас куплю и наглядно покажу как это все переводить нажимаем купить он покупает по виночной цене все, монетка и Ripple куплены нажимаете на кошельки выбираете монетку XRP и нажимаете вывести здесь сумма здесь нужно будет ввести адрес кошелька куда выводить здесь какой-то тег и здесь код Google Аутентификации я советую вам на бирже Currency также подключить Google Аутентификацию потому что это более безопасно далее мы переходим на ту биржу на которую хотим которую хотим пополнить я буду пополнять биржу Huobi открываете биржу Huobi здесь есть вкладочка баланс нажимаете валютный счет и у вас откроется окно с вашими активами здесь ищем монету XRP вот она здесь есть нажимаем депозит и здесь есть детали депозита здесь нужно написать поставить галочку я уже знаю вы подтверждаете что это знаете и здесь нужно выбрать именно XRP адрес цепочку XRP не хеку а XRP здесь у вас есть QR-код который можно сканировать если вы переводите с приложения здесь есть XRP адрес и тег копируем адрес возвращаемся на биржу вставляете адрес сюда возвращаетесь на Huobi копируете тег нажатием копируется и вставить здесь нужно ввести код здесь нужно ввести код ну вот я ввел код и мне написал что сумма XRP слишком маленькая это минимальная сумма 15 XRP ну поэтому выводить я не буду но когда вы нажмете вывести если вы правильно ввели все адреса то и код если правильно ввели то у вас через какое-то время средства появятся на вашей бирже они приходят мне сразу в течение часа вам придет на почту вашей биржи куда вы переводите сообщение что пополнение биржи произошло и теперь деньги у вас на бирже здесь когда вы перекинули сюда монету XRP я советую сразу же ее продать не следует ждать пока она там чуть-чуть вырастет чтобы сбить комиссию лучше сразу продать например к USDT и уже далее можете распоряжаться этими средствами допустим для трейдинга на этом в принципе все долго перевод не занимает особенно если уже знаешь куда что нажимать я в свое время очень много времени потратил на то чтобы дойти до этого но не так уж и сложно главное что комиссии комиссии вы платите за пополнение currency с банковским приводом не платите вообще комиссии а за перевод на биржу хобби вы заплатите 3 доллара поэтому пользуйтесь спасибо за просмотр ставьте лайк и подписывайтесь на канал на канал и